Здравствуйте, уважаемые подписчики! Сегодня мы с вами попробуем пересадить взрослый лимон. Вот у меня есть один павловский лимон. Он достаточно имеет много зеленых листиков. Возможно, он был мной сформирован неправильно, потому что он несколько вытянулся. И он тянется к свету. Обычно лимоны во взрослом состоянии, а вот этому лимону около 8 лет, пересаживают не чаще 1 раз в 2 года. И вот последний раз я его пересаживал 2 года назад. Вот посмотрите, плошка, ну где-то, наверное, литров 6. И вот этот лимончик, он несколько так клонится и тянется к свету. Поэтому сегодня у меня две, так скажем, функции. Его пересадить, а пересаживать я буду, я так предполагаю, методом перевалкой. И выпрямить этот ствол с тем, чтобы он был прямой. Вот я подобрал вот такой вот горшочек чуть большего размера. Наверное, ну, конечно, здесь уже литров 10 будет. Ну, для лимона 8 лет это как раз тот оптимальный размер. Я буду использовать для пересадки грунт для розы, потому что он нейтральный. Лимон очень чувствителен к кислотности почвы и предпочитает нейтральные. Хотя может хорошо себя чувствовать в широком диапазоне от 5 до 8 по шкале PH. Ну, раз я буду использовать грунт для розы, ну, вот один мой знакомый вернулся из Италии и сказал, что возле Везувия, возле потухшего вулкана, произрастают лимоны. И там лимоны весом 3 килограмма. Ну, вот мой самый большой лимон весил где-то 650 грамм. Он, конечно, не... Я не могу получить такой, но с тем, чтобы обеспечить лимону максимальную минеральную подпитку, я на вот эти вот 5 литров этого грунта буду добавлять 1,5 литра золы, поскольку считаю, что именно она будет давать питательные вещества для моего лимона и обеспечит ему более интенсивное цветение. Ну что ж, давайте посмотрим, как буду я пересаживать этот лимон. Ну что ж, давайте оденем перчатки и будем пересаживать наш взрослый лимон. Ну, как я вам сказал, прежде всего добавляем золу. Это 1,5 литра на 5 литров почвы смеси и хорошо ее перемешиваем. Вот так вот. Тем, чтобы обеспечить равномерное распределение золы почвенной смеси. Ну вот, я думаю, так уже достаточно. Теперь берем наш новый лимон, поскольку он большего размера, мы сначала будем насыпать в него нашу почвенную смесь. Ну, пожалуй, даже просто добавим поверх из таза. Вот так вот. Наверное, будет еще все-таки маловато. Ну что ж, теперь попытаемся вынуть наш лимон из старого горшка. Ну, он достаточно хорошо идет у нас. Вот наш пункт почвенной смеси. Вот, и не получилось. Слишком много мы взяли и добавили изначально в горшок почву. Теперь придется немножко убавить. Еще раз пробуем. Ну, здесь, в данном случае, нам надо установить наш лимон ровно. Поскольку он, как я уже вам говорил, тянулся к свету. Ну, вот, мы, так скажем, распределили этот лимончик. Теперь посыпаем почвенную смесь. При пересадке не стоит брать слишком большой горшок, поскольку будет все-таки неравномерное распределение, неравномерная конституция этого растения. Ну, вот, я считаю, что в данном случае мы как раз нашли ту золотую середину. С тем, чтобы лимон все-таки прочный у нас стоял, мы утрамбовываем почвенную смесь. Напомню вам одно из основных правил по выращиванию лимона. Поливать лимон мы должны только в поддон. Вот мы поставим наш пересаженный лимончик в поддон, и берем воду, и поливаем его только в поддон. Через полтора-два часа ему выпьет то количество влаги, которое ему необходимо. Ну, что ж, советую после пересадки лимона на две недели не ставить на открытое солнце лимон. То есть он должен находиться в относительной тени. Ну, вот такие вот небольшие рекомендации для пересадки лимона. Спасибо всем за просмотр. Спасибо. Спасибо. Продолжение следует...